Медиапортал IslamIndex.ru и компания iMedia представляют Аудиоиздание Полное толкование священного Корана шейха Абдурахмана Ас-Саади Сура Ат-Такясур «Страсть к приумножению» Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Сура 102, аяты 1-2 Всевышний упрекнул своих рабов за то, что они отвернулись от поклонения одному Аллаху и стали приобщать к Нему сотоварищей, которых возлюбили так, как надлежит любить одного Аллаха. Страсть к приумножению увлекает людей от искреннего поклонения Господу миров. Аллах не упомянул о том, что именно приумножают люди, и поэтому этот аят подразумевает все, к чему питают страсть охотники за богатством и чем гордятся бахвалы. Деньги, дети, влияние, армия, слуги, положение — все, кроме искренних благодеяний. Однако мирские развлечения и забавы продолжаются недолго. Человек умирает и оказывается в могиле. Там с него снимают покрывало забвения, и он оказывается бессилен вернуть упущенное. Этот аят свидетельствует о том, что между этим миром и последней жизнью существует промежуточная жизнь в Барзахе. Это преддверие последней жизни, и поэтому Аллах сообщил, что люди посетят могилы, но не пребудут в них вечно. А после воскрешения люди получат воздаяние и окажутся в мире вечности, который они никогда не покинут и который не исчезнет. Сура 102, аят из 3 по 5. Если бы вы знали, что ожидает вас в последней жизни, то от этого бы пробудились ваши сердца. Вас бы не увлекла страсть к преумножению, и вы поспешили бы творить праведные дела. Отсутствие твердого знания приведет вас к наказанию, которое вы увидите с собственными очами. Сура 102, аят 6. Вы станете свидетелями воскрешения и увидите преисподнюю, которая будет приготовлена для неверующих и безбожников. Сура 102, аят 7. Всевышний также сказал, «Грешники увидят огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения». Сура 18, аят 53. Сура 102, аят 8. Затем вы будете спрошены о щедротах, которыми вас одарили в мирской жизни. Если вы были благодарны за них и исполнили свой долг перед Аллахом, то он дарует вам нечто более прекрасное, чем то, с чем вы расстались после смерти. Если же вы были обольщены мирскими прелестями, были непризнательны Господу за оказанные милости и даже использовали его дары для того, чтобы грешить против него, то он покарает вас за это. Всевышний сказал, «В тот день, когда неверующих представят огню, им скажут, вы растратили свои блага в своей мирской жизни и попользовались ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизительные мучения за то, что вы превозносились на земле безо всякого права и за то, что вы были нечестивцами». Сура 46. Аят 20.